Когда мы снимаем этот сюжет? Мы снимаем этот сюжет в субботу. Везде и всюду ездят свадьбы, да? Но рано или поздно любая свадьба закончится. И это начало брака. А потом начнутся различные неврозы. А после этих неврозов начнутся различные другие процедуры. Человек начнет употреблять алкоголь и все остальное. Потому что, да, это проблема. Но с этой проблемой справляется кто? Справляется тот, кто лечит. И лечит вас здесь, на проспекте Ленина 9, в медицинском центре Гармония. Просто придите и посмотрите, и как он это делает, и поймете результат. Чтобы понять суть человека, давайте в нее заглянем. Не каждому дано такое. Исключительный опыт тибетской, индийской и китайской медицины дает возможность помогать. И то, что давалось в СССР, говорит о многом. А теперь заглянем в его труды. Такая тематика не каждому под силу. И это качество, как и то, что крупнейшие врачи и ученые ему подарили. У нас часто обращаются люди, у которых бывают такие состояния нарушенного здоровья. Это первая степень нарушения. Это неврастения. Сейчас группа лечится с неврастениями. И там есть два человека с неврастениями. То есть это истерия, психостения. Невроз называется группа. А есть люди, которые лечатся от депрессии в легкой форме. Индийской медитации. То есть от состояния индийского гипноза, который 15 раз сильнее дает эффект, чем гипноз американский, куда включается НЛП еще. Это НР, лингвистическое программирование, которое у нас никто не знает. Это в Америке я обучался этому. И еще один академик, который ректор Института психотерапии России. Он обучался. Остальные не знают эту медицину. И другой гипноз, европейский, считается тоже современным. Но он во много раз слабее, чем индийская медитация. Когда человек находится в промежутном состоянии, он только работает нейронами. То есть он воспринимает все, то, что ему говорится. А другие сигналы он перестает воспринимать. Он воспринимает только звуки и слова доктора. А других людей, их как бы не существует. И они перестают общаться с ним, как пациент с ними перестает общаться. То есть отдыхать друг от друга. Давайте людям объясним, что такое неврастения. Вот это самое заболевание, которое, по сути, никто не лечит. Заболевание, да. Совершенно верно сказано, что неврастению у нас под видом чего-нибудь пытаются скрыть. И на самом деле причину не выявляют, а еще только симптомы или синдромы. То есть причина, если остается, диагноз не поставлен, то убирают синдромы. А потом они вновь появляются, только в более усиленной, более тяжелой форме. Поэтому я эти, как уже и невропатолог я работал, и психотерапевт, и психиатр, и нарколог, и ряд других специальностей мной освоены. Вот. Это порядка дюжин специальностей. И у нас есть за рубежом еще пяти академик. Поэтому для меня это не проблема. По сути событий. Человек – саморазвивающаяся структура. Самые опытные и правильные участники нашего процесса – это те, кто работает с молодежью. Круче только врачи. Еще круче – врач с мировой известностью. У меня имеется четыре абсолютно достоверных метода диагностики, которые я, когда находился в зарубежных центрах, академиях, мне удалось это освоить. То есть это иридодиагностика, по-разному молочек глаз, а потом это саногенетическая диагностика. То есть я определяю у человека болезни, переданные по наследству от предков. В Индии сказано их мудрецом, что без знания диагнозов, полученных от предков, нельзя подходить к пациенту. То есть надо учитывать, какое здоровье было у предков. Потому что 90% нашего здоровья, по данным Зигурда Фрейда, это великого ученого, который изучил, что у каждого человека имеется две части личности. Первая часть личности – 90% от предков. 10% – это данные родителями конкретными этого человека. Вот эти 10% – это люди различными там зависимостями, то есть это табакокурением, это спайсом, это наркологией, наркотой, вернее, наркоприемами, и аккоприемами, и грамманией, и другими развратами. Там интернет-зависимость – это сейчас болезнь века. Поэтому 90%, 90 миллионов населения в Америке, сейчас 96 уже последний год сказали, это люди зависимые от интернет-зависимости. То есть это самое число зависимостей, то есть люди на интернет-пространстве, они с ними отошли, они банкроты и в семье, и на работе, в своей личности, у них все плохо в жизни. Америка лечит они не мир. Мировой медициной, которую я осваивал в Академии Японии, в Академии Японии, Китая, Тибета, Индии, Северной Африки, мне удается этих пациентов излечивать. А чем Вы отличаетесь от других? Потому что много разных контор, которые типа говорят, но не типа делают. Да, это да, это именно так. Вот у нас имеется здесь только лечебного центра преимущество. Гарантию мы даем людям порядка 98%. 1-2% те люди, которые с рождения, по ревоменту, то есть селоприники там, или припадочные, и так дальше, или в ДТП получил травму. Вот у них, или последний вариант, это деградация, вот в заключительной стадии алкоголизма, болезнь алкоголизма, они не помнят уже, это Белин Курсакова, они не помнят, даже как родную маму зовут. То есть с виду это человек, снаружи, а снутри содержания у человека уже нет, деградация. Третья стадия, они не помнят, поэтому они увольны и с работы, и семья развалилась у них, и в обществе их никто не признает за личности. Поэтому вот наши преимущества, которые за 50 лет работы с пациентами, сейчас уже 51 год, мне удалось вот этого добиться. Как мы лечим? Да по сути, многое не лечит нигде. Колоссальный опыт работы дает возможность справляться с тем, с чем другие используют капельницы. Здесь так не делают. Здесь выше и качественнее, чем где-либо, и при этом цена ниже, чем у других. Потому как все проблемы человеческие, большая их часть раскрывается перед гуру. И вы не поверите, но это так. Его лечебные способности получили признание и в Китае, и в Тибете. И поэтому, господа, я бы вам порекомендовал приехать сюда. То, что мы вам показали, это круто. Но то, что вы увидите в дальнейшем интернете, можете посмотреть, кстати. Посмотрите, медицинский центр «Гармония». Август месяц 2015 года. И вы в оконцовке поймете, почему человек так лечит вас. Получается, что он этим делом занимается. И абсолютно не важно, сколько ему лет. Потому что, чем человек старее, тем у него больше опыта.